Будет бал. В знойный день изысканные дамы в бальных платьях обмахиваются веером. Галантные мужчины в цилиндрах чинно прохаживаются по улице. Эти кадры сделаны в Мозыре 5 июня 2022 года. О том, что это современность, напоминают гаджеты в руках дворянок и дворян, многочисленное селфи, которое сразу же выкладывается в Инстаграм. Да и на бал привозят не кареты, а машины такси. Таким ярким способом мазыряне уже второй год отмечают день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык для большинства родной. И если у нас, ну, учитывая, что я преподаватель в школе, учитывая это обстоятельство, я знаю, что проходит день белорусского языка. К сожалению, день русского языка, вот он никак в школах не отмечается. Ну, учитывая, что мы все русскоговорящие, значит, мы должны как-то почтить это обстоятельство. Ну, а кто создал современный русский язык? Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому день Пушкина в этом смысле для нас вот стал отправной точкой к отмечанию дня русского языка. Первый бал в честь Пушкина творческие активные мазыряне устроили на 222-летие поэта. Дата была красивая. Результатом остались довольны, поэтому решили сделать это традицией. Освою мероприятие стало гимном поэту и в целом русскому языку, с которым он ассоциируется. Представьте, во всем мире с именем поэта ассоциируется русский язык. Русский язык – это один из официальных языков Республики Беларусь. Поэтому мы должны знать, пользоваться им. Да что говорить? Большинство сограждан именно на русском языке говорят каждый день. Программа дня Пушкина – яркая и насыщенная. Много танцев, в этом случае вальсов и полонезов, много песен, соответственно романцев, много стихов. Конечно, пера Александра Сергеевича. Максимальная стилизация под 19 век. Такого рода перевоплощение для участников бала – это как прокатиться на машине времени. На протяжении последних двух недель ежедневно, каждый вечер мы собирались на репетиции. Знаете, окунуться в атмосферу этого праздника, атмосферу 19 века очень приятно взрослым мужчинам, женщинам и детям, и студентам университета, политехнического колледжа, гимназии. Самая юная участница бала – 9-летняя Маргарита Пинчук. Причем для юной леди это не первый выход в свет. Мне нравится, что все переодеваются, мы тут танцуем. Мне очень нравится это мероприятие. Всего год прошел с первого бала. За это время, выражаясь современным языком, образовалась настоящая творческая тусовка из благородных дам и галантных кавалеров. Александр Сергеевич Пушкин – это великий человек. Конечно, все дети о нем знают. И когда я был в школе, я так хотел сыграть роль Пушкина. Но, к сожалению, у меня просто будет князь Волконский. Но это тоже хорошо. И вот мы не первый год выступаем, показываем людям, как раньше в старину можно было ходить, подавать даме ручку, как общаться с дамой. На самом деле, это все было утеряно. Но мы только читаем из книжек, смотрим фильмы. И поэтому мы показываем для нашего города, любимого, чтобы все уважали дам. Кто-то выбрал для себя роль Онегина, кто-то – Татьяны Лариной. Но на этом празднике главным был сам поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ну, груст ответственности я чувствую, роль. Но я считаю, что я с ней справляюсь, так как меня уже третий раз приглашают, это о чем-то говорит. Я, в принципе, в будущем планирую связать свою жизнь с актерством. И это как такие вот репетиции, скажем, перед поступлением. Участники бала остались довольны, зрители тоже. Весьма вероятно, что, посмотрев на это красочное театрализованное действие, следующее мероприятие станет еще более масштабным. Виктория Синицкая, Виктор Цирулик, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.